Всем привет! Я Оля Гладкова. Добро пожаловать на канал Nikon.Russia! Вообще я считаюсь больше детским фотографом, но сегодня такой небольшой эксперимент, отступление. Я буду снимать чудесную девушку Лану. Сейчас она как раз собирается. И как таковой, наверное, идеи съемки нет, точнее она была. Это была съемка с шариками. Я увидела чудесный кадр, кучу шаров, девушка вся в шарах. Это меня зарядило, вдохновило, и я захотела снять подобную картинку, но в своем стиле, естественно, с интересными цветовыми сочетаниями. Цвет в моей фотографии одна из основополагающих основ снимка. Я считаю, что цвет оказывает огромное влияние на зрителя, и надо пользоваться умело и грамотно. Поэтому часто в своих съемках я исхожу не только от какой-то общей идеи, там, шарики, девушка, но и от какой-то цветовой задумки. Так, жарко. Ну вот наш зал. Вот это так называемая циановая стена. На самом деле она все-таки не добежала до голубого. Изумрудный остался на изумрудном. Но это как раз тот случай, когда всегда в Lightroom можно слегка подкрутить цвет. То есть не выкрутить его, а вот этот зеленый чуть-чуть увести больше к голубому, и он таким станет более циановым. Сам по себе очень красивый оттенок. Посмотрите, как он классно сочетается с розовым. Это кресло не спроса здесь розовое, он что-то вообще, как сказать, противоположные цвета. Красный и зеленый. Просто красный, если сильно-сильно разбелить и слегка его увести в мадженто, вот вы получите такое кресло, и оно идеально подходит под изумруд. Почему я хочу слегка увести изумруд в циан? Потому что тогда появится классическая триада, где желтый очень классно нам подходит. И когда говорим про цвет, что еще важно учитывать в портретах, это цвет кожи. Вам никуда от него не уйти. Мы знаем, что он оранжевый, он в теплых оттенках, и он, можно сказать, что как бы четвертый, а считается, что в портретной фотографии должно быть максимум присутствовать три цвета и не более 4% любых других. Но мы можем за уши сказать, что это теплый желтый, и он почти оранжевый, как цвет нашей кожи, и все хорошо. Вот такая получается цветовая у нас гамма. Я снимаю на зеркальную камеру Nikon D5, и я ее обожаю. Я считаю, что с ее появлением в моей жизни моя фотография вышла на какой-то новый уровень. Мне очень нравится ее цветопередача, ее равы и вообще работа с ней, ее эргономика. Но у нее тоже есть нюансы. В первую очередь, она очень тяжелая. Это какой-то кошмар. Вот. И очень сложно снимать с ней через Live View, через данный режим, а порой, чтобы лучше видеть композицию, мне хочется снимать именно через него. Поэтому я свой взгляд устремила на беззеркальные камеры. У меня уже был опыт работы с камерами Z-серии, Z7, и сегодня я в том числе буду работать с Z-кой. Так, Z7. Полтинник. Я, на самом деле, его очень ждала, потому что мне часто его не хватает в студиях. Хочется именно этого фокусного расстояния. С него и начнем. В своих обучающих уроках я часто рассказываю о том, как я выбираю студию, и одной из основополагающих моментов говорю студентам, смотрите, куда выходят окна. Для получения глубоких, таких винтажных, я называю, портретов, мне нужен мягкий свет от неба, и солнце, бьющее в окна, мне мешает. Поэтому я стараюсь избегать солнечных сторон, люблю северные окна в ясный день. Вообще, идеальная картинка при съемке в студии – это высокий этаж, чтобы избежать всех теней, которые могут давать в противоположные здания северное окно, либо окно, расположенное туда, где нет солнца, да, в данный момент, и ясный день. Сегодня все будет наоборот, наоборот, у нас солнечные окна, и, наверное, будет много света, и сегодня сложно будет работать, но тем самым будет интересно показать, как я буду выкручиваться, потому что на то и нужны творческие съемки, чтобы экспериментировать. Сейчас еще желтых акцентов добавим. Почему так важно во время съемки смотреть, что вы снимаете? Потому что, когда вы смотрите в экран фотоаппарата, там, либо горизонталь вы снимаете, либо вертикаль, я люблю вертикаль, вам камера подсказывает, вдруг камера вам подскажет, что не так с композицией, потому что, когда человек в кадре, лучше видно. Я вот уже вижу, что есть пустые пространства, с которыми нужно работать, добавить туда шариков, их сместить. Нет. А может, вот прям, как вот, вот, да, когда это было. Класс. Ну, слушайте, одно из, мне кажется, основных, больших комментариев в моей фотографии, которые летят, если их выкладывают в Nikon Rush, что за перефотошопленные лица. Ты уже думаешь, господи, я уже ничего не делаю. Я уже там чуть-чуть, буквально пару прыщей убрала, все равно перефотошопленные лица. Так что я люблю фотошоп. Да, давай про это расскажу. Чаще всего, в среднем, она занимает минут 15, наверное, на кадр, возможно, 5, но если я хочу посидеть, посмаковать что-то, больше, ну, в среднем минут 15. И из них, наверное, минут 10, то есть львиную долю занимает ретушь, потому что к ней я подхожу очень аккуратно. Никаких там промазать что-то фильтром или так далее. Я аккуратно чищу ручками. И тем не менее, все это поставлено на поток, поэтому я делаю это быстро. Что-то я делаю в Lightroom, использую, недавно там появилась отличная функция Texture. Можно слегка уже текстуру подровнять в Lightroom, но, конечно, потом это все выгружается в Photoshop и работаю там. В Photoshop есть стандартные инструменты. Я никому не заберут в велосипед, я люблю работать с лечащей кистью, люблю работать с заплаткой. И одна из моих самых любимых техник – это работа с серым слоем, кто-то назовет ее Dodgen Burn по серому слою. Если вам интересно, что это, можете зайти ко мне в профиль в Инстаграме, там выложим урок, и там много уроков по хэштегу глоткового нижнего подчеркивания уроки. Там я все подробно рассказываю. Иногда использую частотное разложение, но реже, потому что я чуть-чуть не снимаю фэшн, не снимаю на обложку крупные какие-то портреты. В основном это жизнь, это семьи, это дети. И зачем делать детям частотное разложение, вообще непонятно. Так что основополагающая техника – это серый слой, и какие-то вещи я убираю заплаткой и лечащей кистью. Вот с D5 мне это делать очень тяжело, потому что у меня рука отваливается через секунду. Тяжелая, да. А этот легкий. Какие световые схемы я использую? Вообще они все очень понятны и просты. Боковая, прямая и угловая. Только когда мы, например, работаем с импульсным светом, обычно мы двигаем импульс вокруг, весь любой световой источник вокруг нашей модели. Окно мы двигать не можем, оно статично. Поэтому мы двигаем нашу модель относительно окна, и тем самым получаем тот или иной светотеневой рисунок на лице. Я сказала, у нас три всего световые схемы. Первая – боковая. Вот Лана смотрит на меня, окно сбоку, и у нее боковой свет падает на лицо. Это самая контрастная схема, она прорисовывает все неровности, весь рельеф лица, и это контрастно и красиво. Но, с другой стороны, она очень коварна, потому что она подчеркнет не только все теневой рисунок, но и все, что мы бы не хотели подчеркивать у нас на лице. Ну, к Лане это не относится, но я бы, например, не хотела у себя подчеркивать некоторые моменты. Поэтому есть прямая схема, она абсолютно противоположная. Вот Лана сейчас села, она смотрит на окошко, и свет от окна полностью заливает ее лицо. Это, наоборот, очень мягкая схема, полностью заполняющий свет, все заполнил, лицо красивое. Но одновременно с этим у нас падает контраст, у нас очень мало теней, у нас хуже всего прорисован светотеневой рисунок на лице. Мы можем, конечно, дорисовать его в постобработке, эта схема вполне рабочая, потому что она нам помогает меньше ретушировать, и многих это вполне устраивает, остальные можно дорисовать. Вот у нас прямая схема, окошко перед лицом модели, модель полностью заполнена лицом, у нее все красиво. Но чем эта схема может быть тяжела? Особенно, если мы снимаем в зимнее время суток, когда света мало. Чем дальше мы от окна, тем света у нас меньше. Сейчас его много, потому что у нас лето, и нам светло. А если бы сейчас была зима и пасмурная погода, Лана бы сидел где-нибудь вот здесь, и дальше был бы очень темно и неконтрастно. А мне бы пришлось залезть куда-нибудь вот сюда, чтобы снять ее с прямой схемой. В этом случае вряд ли вы сможете снимать на коем-нибудь даже 85-ку, или бы очень крупные портреты. Чтобы снять, например, семью, вам придется надевать широкоугольный объектив 35, хотя бы полтинник, иначе вы с прямой схемой не влезете. Есть третья схема, угловая. Я ее очень люблю, потому что это что-то между прямой и боковой схемой. Чем хороша угловая схема? С одной стороны, боковой свет прорисовал все эти тени, с другой стороны, вот этот свет, который отсюда идет, он заполнил неровности. И получается такая смежная схема, когда и в ретуши сидишь мало, и не надо рисовать никаких объемов на лице, потому что они прорисованы уже во время съемки. Если говорить про работу с моделями, точнее с не-моделями, потому что ко мне приходят семьи, ко мне приходят дети, которые не очень понимают, что им делать в кадре, куда им девать руки, куда им поставить ноги, то я всегда говорю так своим студентам, что классный кадр — это пойманный момент в хорошо подготовленных условиях. То есть вы заранее выставили, неважно, своих героев, это может быть семья, это могут быть дети, это может быть даже профессиональная модель, там, где у вас все хорошо композиционно, там, где у вас все хорошо по свету, вы все продумали по цвету, и, по сути, вы там их бросили, и что-то они там делают, и вы это ловите и снимаете. Если они не знают, что им делать, и чаще всего они говорят, Оля, а куда нам руки деть, это очень стандартная ситуация в семейных съемках, то вы их уже направляете. Я прямо выставляю композиционный кадр, как, говорю, как папе обнять маму, куда положить руку, ставлю куда-то ребенка, потому что, если говорить про, например, портрет в рамочку, да, когда все смотрят в камеру, и вот это красивое то, что печатается, это выставляется, то есть вы композиционно, по росту их выстраиваете, ставите и снимаете портрет в рамочку. И если вы часто теряетесь в подобных ситуациях, не знаете, что делать с вашими героями, я советую готовиться к съемке. Прямо вбивайте в Pinterest в том же, в любом ресурсе, я люблю просто Pinterest, семья, папа, мама, дети там, маленькие, большие, и посмотрите, что делают другие фотографы, как они композиционно работают с семьями, как они высаживают папу. Например, я люблю барные стулья, потому что они помогают по росту всех распределить. И избегайте, и я избегаю ненужных пустот в кадре. Это очень большая композиционная ошибка, и я стараюсь их не допускать. И когда вы их уже выставили, они поняли, руки поставили. Даже можете показать им пример. Вот смотрите, как стоит семья Ричарда Гира или там кого-то еще из звезд. В фэшне, например, те же кадры. Они все поняли, им стало проще, вы поснимали кадры для рамочки, а потом говорили, а теперь к ламбарам можете обниматься, заваливать друг друга, и вот тут уже начинается жизнь. Либо вы даете им какое-то задание, либо спрашиваете их, что они любят делать. И часто, когда человек сосредоточен на чем-то, например, они рисуют с ребенком, либо они бегают, люди отвлекаются от того, что их снимают, становятся проще, и даже взгляд, случайно брошенный в камеру, к вам в этот момент будет гораздо более естественной и красивой. Когда остановиться? Когда вы поняли, что вы со всех ракурсов отсняли, когда у вас есть картинка, вы чувствуете, ну, это, знаете, такая эйфория от того, что, о, есть, есть, оно, красота, ура! Вы это чувствуете, что все есть, и дальше вы снизу, сверху, дальние, ближние, детальки сняли. То есть у вас есть определенный алгоритм в голове, должен быть по-хорошему разноплановости кадра, разных эмоций, обязательно крупные планы снять, общие планы, суперобщие планы, средние планы. Когда вы все это отсняли, вы можете менять сцены, когда есть ощущение, что есть. Ну, если так режиссеры говорят, есть, и переходим в следующей сцене. Есть.